Здравствуйте, я учитель информатики НС ФМН города Ак-Тюбе Кабакбаева Лизат Николаевна. Я хочу вам сегодня представить тему решения задач в процедурном программировании с использованием функций и процедур. Прежде чем начнем данный сегодняшний урок, давайте начнем с повторения. С какими алгоритмическими структурами мы знакомы? Что такое линейный алгоритм? Что такое цикл? Что такое разветвляющийся алгоритм? Как оформляется в алгоритмах и блок-схемах команда ветвления? В неполной форме и в полной форме. Нужно вам будет нарисовать блок-схему в неполной и в полной форме. Какие существуют виды циклов? Далее давайте с вами немножко развеемся, вернее решим с вами кроссворд. Здесь дается вам 7 букв пи-а-о-с-и-ди-у. Вам нужно будет по смыслу использовать цифры от 8 до 19 и решить данный кроссворд. Значит, для решения я вам даю 5 минут времени. Итак, у вас получили слова if, используется у нас в разветвляющемся алгоритме, да? begin-начало, true-истинность, integer-тип программы-целочисленный и так далее. И мы с вами здесь видим два новых слова, которые использовали здесь, да? Это процедуры и function. Как можно было бы уменьшить размер программы, в которой производится вычисление по одной и той же формуле, но в разных местах программы и с различными параметрами. Я вам предлагаю провести исследовательскую работу, и на это отводится, ну, на раздумье данной работы, ну, даю вам где-то минут 3. Итак, тема сегодняшнего нашего урока – это процедуры и функции, решение задач процедурного программирования с использованием процедур и функций. Целью нашего урока является писать алгоритм в виде списка команд программного кода, писать программный код с использованием оператора процедуры и функции, анализировать основные решения задач, строить алгоритмические модели задач с использованием процедурного языка. Итак, подпрограмма – это специальным образом оформленный алгоритм, который может многократно использоваться при решении более общей задачи. В Паскале различают два вида подпрограмм – это процедуры и функции. Рассмотрим каждый из этих подпрограмм по отдельности. Функция – это последовательность операторов, имеющая имя и результат, обрабатывает данные, предназначенные ей из главной программы, и затем возвращает полученный результат. Функция называется с помощью указателя. Указатель – это имя функции, после которого в круглых скобках перечисляются аргументы функции. Функции в Паскаль можно разделить на три группы. Во-первых, это стандартные функции, которые мы с вами использовали, то есть описание модуля, описание корня, описание квадрата, числа, синуса, косинуса и так далее. Функции программиста объявляют свою собственную функцию и в дальнейшем использовать ее так же, как и стандартную. И в-третьих, это библиотечные функции, стандартные библиотечные модули. Структура функции имеет вид function, записывается имя, далее в круглых скобках список формальных параметров. Через двоеточие определяется тип значения функции. Раздел описания локальных переменных, локальных параметров. После того, как вы описали локальные параметры, идет тело подпрограммы, то есть тело с функцией. Начинается оно со слова begin и заканчивается end. После end ставится точка запятой, то есть это есть наша подпрограмма, оно входит в структуру основной программы. Между begin и end описываются операторы тела функции. Допустим, рассмотрим такой пример. Вот function, указатель на функцию это event, дается из x целых чисел, определяется тип буллин. Результат присваивает значение x кратное 2. В теле цикла, как вы видите, в write.ln, вызываем функцию с числом 3. Далее функцию с числом 4 и функцию с числом 7. Скажите, пожалуйста, как описана функция? Какую задачу решает данная подпрограмма? Далее рассмотрим следующую функцию вычисления a в степени n. Для того, чтобы вычислить a в степени n, используем такие переменные, как i и результат. Указатель на функцию это есть power. Далее описываем локальные перемены, are real, описываем тип вещественных чисел и n integer. Результат пока присваивает значение 1. Для i, равное от 1 до n, результат первоначальный, то есть мы умножаем каждый раз результат на a. То есть здесь в данном случае мы с вами описываем подпрограмму. Теперь описываем глобальные перемены, переменные для основной программы. a вещественное число, a и n интейджер целое число. Нужно будет ввести значение a и ввести значение n. Далее вызываем функцию для чисел a и n, используя числа a и n. Следующее. Давайте рассмотрим такой пример. Более такой актуальный пример. Описать температуру воздуха, при котором дети должны посещать школу зимой, в морозные дни. Мы знаем, что если температура воздуха превышает 24 градуса, то у нас не учатся 1-4 классы. Если превышает 27 градусов, не учатся 5-9 классы. И если превышает температура 30 градусов, не учатся 10-11 классы. Составим решение процедуры данной задачи. Температура воздуха. Если же температура меньше 30 градусов, значит пишем, что не учатся. Будут учиться 10-11 классы, меньше или равен 27, 5-9, меньше или равен 24, это у нас будут 1-4 классы. Это мы все описываем с вами в подпрограмме. Далее в основной программе, в Right.ln, вызываем подпрограмму с указателем температура и даем значение воздуха, температуру воздуха, и даем температуру воздуха n. Так, следующая подпрограмма, это у нас процедуры. Процедура – это независимая именованная часть программы, которую после однократного описания можно многократно вызывать по имени из последующих частей программы для выполнения определенных действий. Структура процедуры представлена обязательным заголовком и телом процедуры. То есть процедура, далее пишется имя формальной переменной, это идет у нас описательная часть, между Begin и End идет у нас исполнительная часть. Тоже самая задача, программа, определяющая посещаемость учащихся. Здесь задачи, как вы видите, описываем подпрограмму с помощью процедуры. Процедура, температура. Температуру, берем у нас как целое число. И далее, если температура меньше или равен минус 30 градусов, значит не учатся 10-11 классы. Если температура воздуха меньше или равен минус 27 градусов, значит не учатся, пишем, что не учатся 5-9 классы. Иначе, если температура меньше или равен минус 24 градусам, пишем, что не учатся 1-4 классы, иначе учатся все классы. Далее, это мы с вами описали в описательной части под программу процедуры. Далее идем к основной части программы. Вводим значение температуры воздуха, любое, которое мы обозначили с вами в глобальной перемене через N, и вызываем под программу температура. Описываем с помощью, например, минус 5 градусов, вызываем и выводим результат. Далее предлагаю вам пример. Скажите, пожалуйста, о чем говорится в данной задаче. Предлагаю вам рассмотреть данный пример, и прочитать, сделать анализ данной задачи, о чем говорится в данной задаче. Правильно, в данном случае здесь у нас описана под программу процедуры таблица умножения 10 чисел. Мы с вами здесь открыли, использовали вложенный оператор цикла, то есть строки мы обозначили через I, столбцы обозначили через G. Использовали 10 чисел. Под программу с указателем Пифагор. В самой под программой мы использовали полностью выполнение таблицы умножения. И в основной программе вызываем просто под процедуру Пифагор 10 и даем, что значение у нас дается 10 целых чисел. То есть таблица умножения до 10 чисел. Если вы же в основной части программы вместо Пифагор вместо 10 используете здесь другие перемены, вы заметите, что у нас будут умножения, например, до 25, да, если вместо 10 у нас будет 25 и так далее. Скажите, пожалуйста, в чем отличие процедур и функции? Функция отличается от процедур тем, что они возвращают значение. Функция используется в выражениях вместо переменных или констант. Процедура не возвращает значение, а просто преобразует какие-либо данные, например, перерисовывает экранное изображение. Процедуры и функции вызываются при помощи специальных операторов вызова. Так, теперь для того, чтобы проверить себя, я предлагаю вам работу в парах. Вам необходимо решить задачу на вычисление наименьшего общего кратного двух натуральных чисел с использованием функции. Для составления данного программного кода даю вам время 5 минут. Далее перепроверили свои работы. Для закрепления изученного материала индивидуальные задания для компьютерного практикума, то есть каждый, садимся за компьютер и заставляем программный код рассчитать значение х, равное 1 плюс синус 1 деленное на 3 плюс 5 плюс синус 5 деленное на 3 плюс 3 плюс синус 3 деленное на 3. Какие уже известные инструкции необходимо использовать для реализации поставленной задачи. Далее тем, кто закончил работу быстрее, я предлагаю еще несколько задач вычислить факториал числа n, то есть n факториал, а n факториал это есть произведение n чисел, 1 умноженное на 2, умноженное на 3, умноженное и так далее, умноженное на n чисел. Вторая задача. Треугольник задан координатами своих вершин. Составить программу вычисления его площади. Третье. Вычислить площадь правильного шестиугольника по заданной стороне, используя под программу нахождение площади треугольника. Четвертое. Составьте программу нахождения наименьшего натурального n заданного числа x при x больше равно нулю, равного утройному произведению своих цифр. Следующая, пятая задача. Даны натуральные числа m и n, причем m меньше, чем n. Составить программу, сокращающую дробь n, деленная на n. Шестая задача. Напишите программу для определения наименьшего общего делителя трех натуральных чисел. Седьмая. Напишите программу вычисления суммы квадратов простых чисел, лежащих в интервале m и n. Восьмая задача. Напишите программу подсчета числа четных цифр, используемых в записи n-значного числа m. Следующая. Дано простое число. Составить функцию, которую будет находить следующее за ним простое число. И десятая задача. Найти все натуральные числа, не превосходящее заданного n, который делится на каждую из своих цифр. Что нового вы узнали? Какие знания вам помогли усвоить материал урока? Что, на ваш взгляд, вам удалось усвоить лучше, а что нет? Над чем вам необходимо поработать? Оцените свою работу на уроке. Я предлагаю внести свои мнения, зафиксировать свои мнения в стикерах. Далее. Задание на дом. Задан треугольник. Координатами вершин нужно вычислить периметр и площадь. Вычисление длин сторон оформить с помощью процедуры. И вот вам краткое объяснение. Чтобы посчитать длину одной стороны, необходимо четыре числа. Х1, Y1, Х2, Y2, Х3, Y3. Входные параметры. А, В, С, это промежуточные параметры. П, и, С, это выходные, выходные периметр, площадь. И, П1, это полупериметр. Формула для подсчета длины. Для того, чтобы подсчитать расстояние между стороны, имеющей координаты Х1, Y1, Х2, Y2, то есть сторона А вычисляется по формуле корень квадратный из Х2 минус АХ1 умноженное на в квадрате плюс Y2 минус Y1 в квадрате. Какая функция в Паскаре? Далее означает корень квадратный. Это SQRT, а для возведения в квадрат мы используем функцию SQR. Периметр находим по формуле П присваивает значение А плюс В плюс С. Формула для нахождения площади используем формулу Герона. S равно P1 умноженное на P1 минус А, P1 минус В и P1 минус С. А P1 это у нас есть полупериметр, то есть это сумма всех сторон деленная на 2. Сколько раз будем обращаться к процедуре? Три раза, да, будем обращаться к процедуре. литература, которую мы с вами используем сегодня на уроке, это учебник Турбо Паскаль Форонова, информатика базовый курс 9 класс Буребаева, информатика задачник практикум, задачник по математике, Григорий Остр, издательство Астрель 2001 года. Все материалы урока вы можете найти на портале по адресу, который видите на экране. Спасибо за внимание, до свидания. Продолжение следует...